Контроль за исполнением бюджета постатейно по состоянию на 1 октября провели депутаты районного совета на своем 80-м заседании. В начале этого года в основной финансовый документ района были внесены изменения в сторону увеличения доходной и расходной частей. В итоге доходы составили 7 миллиардов 600 миллионов рублей, расходы 7 миллиардов 800 миллионов. За 9 месяцев в доходную часть поступило более 5 миллиардов рублей, что составляет почти 66% от плана. Показатель этот в 2018 году выше прошлогодних. Согласно уставу, согласно полномочиям Совета депутатов, мы отчеты об исполнении бюджета за год рассматриваем отдельно, когда уже год заканчивается финансовый. Но в процессе исполнения бюджета мы контролируем его поквартально. То есть каждый квартал наш Совет депутатов в комиссиях и на заседании Совета смотрит, как реализуются программы, как исполняется бюджет. Поэтому сегодня мы рассматривали отчеты об исполнении бюджета за 9 месяцев. О состоянии и тенденциях развития физической культуры и спорта на заседании отчитался председатель профильного комитета администрации Николай Павлов. Он отметил, что основным вопросом, которому уделялось особое внимание, было и остается развитие массовых видов спорта, в том числе привлечение широких слоев населения к сдаче норм ГТО. Развитие системы инструкторов, которые могли бы работать с населением Челковского района вне зависимости от возраста, от мала до велика. И помощь нам физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», который тестирует навыки спортсменов, физкультурников от 6 лет до 70 лет. На заседании была рассмотрена и работа учреждений культуры. Причем живое обсуждение шло о военно-историческом фестивале «Душоновские маневры», который в 2019 году предлагается проводить в полевых условиях. Депутаты предложили нашему отделу культуры вернуться к данному мероприятию в формате именно маневров, которые проходили на таких ландшафтах, исторических ландшафтах, может быть, села Душенова, именно в том месте. Почему? Потому что, вы знаете, вот этот Остромынский тракт, вот эти места, они являются сами по себе памятником, историческим памятником. И, конечно, это совсем другое мероприятие, когда оно проводится в этих ландшафтах. На заседании депутаты предложили продолжить разработку плана развития учреждений культуры в районе. Они решили обсудить эти задачи со специалистами. С этой целью провести выездное заседание профильной комиссии Совета депутатов в Щелковском историко-краеведческом музее. Андрей Циханович, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!